Я понимаю, я сам. Ну, сам себя представь. Хорошо. Представили уже единственную свою тему. Была понятна очень речь. Проблемы и перспективы в современном академическом изучении герметизма. Тема, надо сказать, достаточно обширная. И, конечно, вложить ее в такой небольшой доклад крайне сложно. Ну, я попытаюсь по вехам пройтись, чтобы было вообще понятно, о чем речь. И основные проблемы и перспективы в изучении герметизма об этой области и в целом. Начну я с понятия герметизма как такового. Дело в том, что обычно, в научном мире, тем, чем занимаюсь, в основном, с тем и возникает самая большая проблема, как это определять. И тут же касается и понятия герметизма, что, в общем-то, определений этого явления крайне много. И что в русской среде, что в англоязычной среде есть различные подходы к определению этого явления, феномена, течения, традиции, даже в этом есть разногласия. В русской язычной среде, если посмотреть все определения, которые у нас есть на данный момент, и, допустим, свести их всех вместе в одно целое, даже по начальству, то получается так, что инферметизм это синкретическое, религиозно-философское, мистико-изотерическое, ахудно-магическое, даже теософское, в общем-то, течение и направление движения, как я уже сказал. То есть, по сути, вбирает в себя огромный пласт всего различного, конечно, применительно к такой эстетическо-магическо-мистическому, ахудно-чемностическому, тоже часто называют за среде, и это неспроста. Дело в том, что вот этот самый вопрос определенности герметизма, он, в общем-то, выходит из истории самого явления, которое, в общем-то, началось с самого, наверное, зарождения всего этой вот мистико-эзотерической тематики, и долгое время герметизм рассматривался, как, в общем-то, аналогом того, что мы сейчас привыкли называть западным эзотеризмом или эзотеризмом вообще. В европейских, в американских странах чаще термином западный эзотеризм появляется, у нас же, в общем-то, более такой эзотеризм и мистицизм. Вот, в отдельности. И здесь мы выходим на следующую проблему, да, как определять герметизм. Дело в том, что есть герметизм исторический, он, в принципе, конкретно относится к конкретному периоду поздней античности и представлен в работах, которые предписывают герметизм Тресмегиску, и в основном, ну, здесь вот еще одна такая проблема исследовательская, да, о каком именно периоду четкий грань поставить, да, то есть там существует различная датировка, из-за того, что мы не знаем, в какой год какие произведения писались, поэтому там от 1-го до 4-го века, иногда бывает с 3-го века до нашей эры, ну, там, от 5-го века нашей эры, то есть там самые предельные, я говорю, эти самые точки, если сузить, то там 1-3-й век, то есть это более-менее сейчас принято в этом вопросе. Это вот, что касается герметизма исторического, да, то есть он конкретно выявлен, но дело в том, что принято также герметизмом обозначать это и в науке, и, в общем-то, в самой такой традиции, и, наверное, даже исторических традициях, которые каким-то образом воспринимают герметические учения, говоря о наследовании их или же использовании их, то есть здесь еще получается, что есть герметизм в широком смысле этого слова. В англоязычной традиции, например, Антлан Февр, в статье, посвященной бенецианскому герметизму и концепции западного эзотеризма, это в спорнике он говорит о том, что, в общем-то, есть два понятия, есть герметизм и есть герметицизм. Слово герметицизм, оно крайне редко встречается в нашей российском употреблении, в науке чаще всего, даже если переводят по герметизму, он и там, и там герметизм выносит в эту еще большую пудрицу. Дело в том, что, как Антон Февр говорит о том, что герметизм, именно герметизм, как пишется так и произносится, это лучше использовать понятия для вот этого исторического периода герметизма и еще на его влияние, допустим, на ренессанс, в качестве этих конкретных текстов, которые мы видим в герметическом корпусе и около этого герметического корпуса. А герметицизм можно использовать в более широком смысле, то есть это в смысле различных течений, эзотерических, аппульных, алхимия, магия, астрология, то, что, в общем-то, использовала имя герметист и эсмегист. Естественно, конечно же, та же самая астрология или алхимия, она выходит за рамки герметизма, хотя часто в определенные периоды, скажем, в период процессизма, да, герметизм и алхимия, это были, в общем-то, одно и целое. Здесь, кстати, появляется еще одно понятие, это искусство, герметическое искусство, арт-герметика, которое, в общем-то, означает искусство алхимик. Да, и то, что часто бывает с аналогом термином герметизм, но в таком вот частном алхимическом контексте. Поэтому здесь получается в широком смысле, что герметизм, герметицизм, как предлагает Антуан Февер, можно использовать в контексте более широком и, соответственно, он является каким-то предверием термина западный эзотеризм, поскольку вот те же самые вот эти алхимии, астрологии, магии, таро и прочее-прочее, они в дальнейшем расширились и вышли совсем за рамки герметизма, да, и уже мы герметизм, по сути, в нашу современность называть не можем. Поэтому, в общем-то, более актуальна на сегодняшний день термин, это там западный эзотеризм по отношению к многообразию конгломерату этих различных учений. По сути говоря, также аналогом еще термина герметизм есть термин герметической философии. Ну, в общем-то, это, как бы сказать, родной герметизм и зачастую тоже используется многообразие вот этих всех компонентов, которые отчасти входят в герметические традиции, отчасти выходят за их пределы. В общем-то, также еще термин герметические науки, ну, опять-таки, это тоже такая скромникалька происходит. И главным образом часто в научной среде, в основном, как я заметил, в российской, не происходят этих разграничений этих понятий, поэтому бывает действительно путаница в том, что мы называем герметизмом, и, по сути, понятное дело, что исследователь, который освещает этому достаточное количество времени, он начинает разобираться, что герметизм все-таки одного периода, он крайне отличается от герметизма другого периода. И действительно, вот здесь можно предменить, наверное, все-таки термин герметицизм, или герметическая философия, или какой-то еще иной заменяющий, который я перечислил. А также вот еще один, который я не сказал, это термин герметика, или герметики, это именно конкретно обозначение текстов герметического корпуса и последующих текстов, которые являются термоэпиграфами, дело в том, что в среднем вековье, да, и в наше сегодняшнее время, то есть во все периоды, появлялись тексты, которые обозначаются именем Гермеса Тесмегиста, или Тотта, или Меркурия Тесмегиста. Вот, скажем, пример из нашего недалекого прошлого, это изумрудные скрижали Гермеса Тотта Атлант, которые там в 20 веке появились, но сейчас все думают, что это прям вообще там из Атлантиды и все, ну, естественно, последователи, да, и при этом очень сложно переубедить, и лучше не советую это делать. Вот, таким образом, вот получается, определенное тоже будет в Гермесе. Ну, это что касается определений, с чего, собственно, всегда нужно начинать. Далее я вот кратинго расскажу по поводу проблем в качестве исследования исторического герметизма и в качестве исследования герметизма в целом. Ну, в качестве исторического обычно, конечно же, опять-таки, вопрос в текстах, которые мы видим перед собой. То есть, герметический корпус, он явно, на дело, неоднороден. И, в общем-то, эта вот неоднородность, она мешает определению этого корпуса и внутренних каких-то постулатов улучшения герметизма как какого-то единого целого. Часто тоже исследователи, начиная с Исаака Декозабона, надо сказать, что герметизм уже 400 лет изучается, в общем-то, беспредельная традиция, и часто тоже ее не все рассматривают. То есть, там тоже в русскоязычной среде известен там Саак Декозабон, Фрэнсис Йенц и Фестюжье 20 века. Иногда там какие-то исследователи по-друге Зелинского, Резельштайн и так далее. На самом деле, их гораздо больше, и эта традиция тоже имеет свои определенные вехи развития. Но я не буду вдаваться в подробностях об этом, тем более я отдельно говорил, писал в некоторых работах. Что я хотел сказать именно по поводу текстов. Вот эта вот неоднородность текстов, она порождает проблему того, чтобы вообще подходить к герметизму как к единому какому-то объекту исследований. Или это даже герметизмы, которые даже в этом небольшом отрезке в 4-5 веков разделялись на различные движения, которые просто подписывали герметизм с антрисмегистом. И действительно, там есть разные противоречия в книгах. Вот это вот такая проблема, которая до сих пор не решена. То есть единения в этом нет. Тем более, что в основном эта проблема перекрывается другой, которая в большей степени уделяется времени. Ну поскольку, может быть, это проще, может быть, это гораздо интересней тем исследованиям, которые занимаются этим вопросом. То есть проблемы корней герметизма и проблемы влияния герметизма даже на что-либо. Оставляем как есть, герметизм просто вот какое-то явление. Не будем разбираться внутри, но посмотрим, откуда оно появилось. И здесь появляется разных тоже вариантов и теорий по поводу появления из египетской среды, из греческой среды, из астрийской, иудейской среды. То есть в каждом направлении есть свои исследователи. Ну скажем, в греческой среде Фадий Францович Зелинский, такой нашим, по крайней мере, по поводу египетской среды. Множество тоже ученых писал, а сейчас их не буду перечислять, но последний из которых стоит назвать, это Жан Кермае. То есть это основоположное исследование герметизма, который, кстати говоря, перевел достаточно много новых текстов, которые, в том числе, и на армянском, у меня армянском находились. Значит, вот эта проблема различных корней герметизма, ну а далее, опять-таки, как я говорю, проблема влияния герметизма на те или иные течения, движения, ну и вообще на исторические эпохи. То есть это влияние на возрождение, поскольку были переоткрыты эти тексты в начале эпохи Возрождения, перевод Марселя Фичина наверняка знаком. Ну и также, как я уже говорил, о астрологии, аллахимии и прочее. Хотя здесь есть ряд сложностей, например, именно вот с Возрождением это все понятно, и вот благодаря Франсис Ес, ее работе «Гермическая традиция» и Джордана Бруно, это одна из популярнейших тем об исследовании герметизма и все вокруг тезисы это или нет, в общем-то, крутятся-летаются, используются, да, права она или нет, преувеличивала или нет. Ну, во всяком случае, она подняла интерес к этому вопросу капитально. Но, между тем, когда исследователи отправляются в Возрождение, в арабском взводе Зор, они часто выпускаются в Средневековье и главным образом даже в арабском Средневековье, где герметизм, на самом деле, развивался тоже достаточно серьезно, имеет своих последователей, свои тексты, которые до сих пор во многом не переведены. Вот один из последних исследователей, который обратился в Средневековье именно на арабский герметизм, это Кевин Ван Блаттл. Его работа «Арабский герметизм» в общем-то, целиком полностью посвящена этому вопросу. Ну, помимо него, конечно, занимался Андрей Карбен еще, но это в меньшей степени. Также, опять-таки, уточню, что в нашей российской среде этому вопросу практически не посвящается вообще никакого мнения, только вот в вариантах некоторых переводов статей того же, и работа уже Андрей Карбена, и некоторых статей уже исследователей. Ну, это то, что касается влияния. Потом еще вопросы, проблема такая, были ли герметисты на самом деле, то есть были ли те люди, которые использовали эти тексты герметического корпуса и вообще, собственно, использовали какие-то ритуалы, и, собственно, были ли эти люди, или их не было, или это просто тексты, записанные кем-то или какими-то неизвестными философами, приводанные на публику. Тоже вопрос остается открытым, но на данный момент он не решен, хотя, в общем-то, вводится все-таки к тому, что были, ну, были настолько засканспирированы, герметизированы, что их крайне сложно найти, поэтому по некоторым мелким упоминаниям и каким-то таким косвенным сведениям можно определить из тех же текстов, чтобы все-таки были ритуалы и все-таки были последователи на территории где-то привлекающих Александре Египетов. Это, если вот очень кратенько, по поводу проблем, которые касаются, основных проблем, которые касаются именно исторического герметизма. Ну, там еще, естественно, фигура самого гермеса и рейсмегиста множество раз обсуждается. И, кстати говоря, как, если рассматривать развитие исследований герметизма на Западе, то, скорее, этот термин герметизм стараются вообще уходить исследователи, как видно по последним работам, группам, например, Флориана Эблинг и тайной истории гермеса-тресмегиста с древности до наших дней. Там, соответственно, он вообще старается отказываться от термин герметизма и именно говорит о гермесе-тресмегисте и о его фигуре влияния. Потому что это более логично. Также выступает и ханограф в словаре посвященный западному эзотеризму. То есть там есть разделы посвященные гермесу-тресмегисту разных эпох. То есть мы отходим немножко от темы вот этого сложного определения его различных вариаций, влияния и концентрируемся на фигуре, которая где-то постоянно упоминается. Я вот тоже придерживаюсь этого момента в данном случае поскольку если мы посмотрим на современное даже герметизм, то от герметизма в современности осталось крайне мало. По крайней мере только действительно упоминание герметизма-тресмегиста и каких-то очень-очень общих вещей связанных с какими-то законами аналогий подобия, которые есть во многих других учениях и не обязательно это герметическое. Но при этом последователи современности герметизма говорят, что это герметизм. Получается, что за герметизмом существует только само название. Так сложилось исторически, поскольку идеи герметизма распространялись в целом на западные цветы. Если переходить к тому, что является общим герметизмом или герметизм, то здесь еще есть какие-то проблемы рассматривать даже герметизм в целом как развивающуюся традицию. Дело в том, что все-таки видно влияние по эпохам, видно какие-то тексты или последователи или даже организации, которые себя считали герметическими. Но, по сути говоря, из одной эпохи в другую герметизм не переходил вот так вот плавно. То есть, скачкообразный. Он каждый раз возрождался в некотором новом свете под теми же названиями, с другими совершенно набором качеств. возможно апелляться к этим древним текстам герметического корпуса, что их надо ценить. Только в этом получается общая вещь. Помимо того, что я озвучил по арабскому периоду и по периоду тому, что крайне мало уделяется исследованию, вопросу развития исследований герметизма. Например, Исаак Деказакон или Фрэнсис Ес достаточно всем известны. Такие люди, как Герман Конринг, Эдвард Коулберг, Олаф Борг, упоминаю крайне редко. Хотя в 17 веке было целое противостояние между различными группами исследователей герметизма. Выводились основные понятия решения проблем и вообще что такое герметизм и зачем он нужен. Там еще был вопрос, конечно, о влиянии его хорошо или плохо. И вот подходя к концу, 20-21 век тоже герметизм крайне мало рассмотрен. 10-20 век это в основном организации, которые называли себя герметическими и многие из них до сих пор существуют. Там это Аурус Соулес, Братство Луксоу, Братство внутреннего Света и ниже. А в современном периоде, когда герметизм вышел за пределы своих даже западноевропейских рамок, то есть распространился даже он так распространили и наоборот его внедрили восточные некоторые парадигмы в сочетании герметизма с разными с чакрами, с мандруами и всего прочего, и получается еще сложность в этом вопросе. Ну, в принципе, я как раз так характеризовал все, что есть по данному вопросу. Пожалуйста, вопрос. Спасибо. Спасибо за интересы доклады. Скажите, пожалуйста, вам пример мне назвать какую-нибудь арабскую герметизму Анри Карбена, какого-нибудь Светового человека? Ну, Кевин Иван Платова, да? Нет, именно Анри Карбена. Анри Карбена, да. У него нет отдельный вот сейчас я, к сожалению, не припомню точно название что-то исламская философия но она переводилась на русский язык, потом еще его перевод она понятна, да потом все-таки переводили потом в книжечке Гермес Крисмегист Гермес Крисмегист Крисмегист Восток-Запад перевод комментарий Багуцкого там есть работа Карбена посвященная частично переведена статья и еще одного исследователя сейчас На М фамилия сложная, с головы вылетела. Посмотрите, там есть. Сборник, простите, вот где бандитский, как он называется? Гермес Тресмегист, герметическая традиция, восторг завтра. Спасибо большое. Новый Акрополь создавал в 2012 году. Спасибо большое. Это переиздение 98-го. Спасибо. В интернете как раз таки он практически везде есть. Да, всегда есть. Да, только там. Да, да. Хотя я больше рекомендую работу Лукомского. Высокий герметизм, тоже перевод, но там больше к античному. Спасибо. Вот, да. Еще какие-то вопросы? По вашему мнению, соответственно, понятие герметизма в широком смысле и западного эзотеризма вообще в целом? Насколько это эгоэдренитично? Да, я понимаю, я об этом как раз и говорил. Я понимаю, что все-таки западный эзотеризм, и Дуан Февор склоняется, что герметизм в целом это как бы такая предыстория западного эзотеризма. Потому что, в общем-то, наверное, до 19-го века, я понимаю, что все-таки можно было бы обозначить все, чтобы было герметическим, в широком смысле. А уже потом, когда есть влияние внешне, когда все-таки... То есть, начинается фиософия? Ну, даже, наверное, раньше. Ну, я так считаю, что является. И поэтому западный эзотеризм... То есть, герметизм, он получается включен в западный эзотеризм, если вот по кругам это рисовать. Хотя, вот, на данный момент, как я опять-таки сказал, в 21-м веке, то есть, он выходит и за западный эзотеризм тоже. Соединяясь с какими-то восточными, и я думаю, что этот процесс будет продолжаться. То есть, в этом есть какая-то логика. Борис, а как ты относишься к разделению на герметизм и герметицизм? Вот, я бы о том говорил. Ну, я могу как лично, я бы сказал, как инфаунфевр, как там остальные товарищи, как это вообще происходит. Я лично отношусь очень положительно, потому что, в общем-то, у нас переводится герметицизм и герметизм одинаково герметизм. И в этом и идет определенная путаница. Если бы мы ввели, например, понятие все-таки в научный контекст более употребляемый, в том числе герметицизм, то это бы решило проблему со всеми теми герметизмами, которые выходят за рамки исторического герметизма. То есть, получается, каждый раз мне лично, например, в сложность, я начинаю выступление с того, что объясняю, что мы сейчас будем говорить именно о герметизме исторического, и не путать, пожалуйста, со всеми остальными герметизмами, чтобы хотя бы зал не начал задавать мне вопрос про орден Залазу и Зари. А можно здесь просто развести как герметизм и неогерметизм? А неогерметизм? Ну, нео у нас часто используется все-таки к XX и XXI векам. То есть, там, неоалхимия, неоязычество, герметизм, который в Ренессансе, неогерметизм сложно назвать, потому что это вообще какое-то другое явление, с одной стороны. А с другой стороны, это там, получается, преемственность есть по текстам определенную. То есть, все-таки тексты и есть. Нет, ну, в принципе, здесь вполне логично. Есть неоплатонизм, который еще более старый, чем... Да, неоплатонизм. Вот я хотел бы определение неогерметизма использовать именно к концу XX и, может быть, XX и XX и XXI века, потому что уже герметизм сам теряет совершенно свое какое-то первоздальное лицо и даже свои собственные тексты. Появляются новые тексты. Это как у Радиченко? Там изнутрудные скрижали, герметизм плотатланты, киболеон, да? И какие-то различные вариации на них. В общем, как у Радиченко и неохимия. Да. Вот, да. Я вот склонен. Мы с Радиченко мы это часто обсуждаем. Потому что очень похожие такие тенденции, да? И, наверное, с ним сходимся, что в этом период он какой-то неохимический, неогерметический получается. Вот, да. Поэтому вот, а герметизм, да, я бы назвал это все целиком, или же до периода неохимительного. Здесь тоже могут быть еще вариации, мне кажется, проводить отдельную проводку, когда они писали в дальнейшем. Вот, пожалуйста, да. Спасибо. А скажите, а вот Юлиусоуэвола как? А, да, про Юлиусоуэвола я не успел сказать. Да, вот он как раз-таки породил еще использование этого термина герметическая традиция. Потому что до него особо, ну, то есть тоже понятно, что-то говорилось о традиционном, но вывел это на такой всеобщий контекст. И вот он, опять-таки, относится к человеку XX веке. Дело в том, что в XX веке появилось ряд таких вот представителей герметизма, которые сами по себе. То есть вот Франц Бармен, да, вот Эвола, потом Мигель Серано, да, тоже себя, так вот, скажем, косвенно причисляют к герметической традиции. Хотя, посмотрев на них, да, мы понимаем, что они герметизм, ну, опять-таки, только по названию, в общем-то, у Юрия Зео, он молодец, что сделал тоже большую работу и такую исследовательскую, наверное, не только. Ну, опять-таки, он относился больше не к герметизму вот тому историческому и такого философского плана, а к герметическому все-таки практическому. И вот этому арс-герметику, то есть он продолжатель вот этого вот ответвления этой традиции, связанной с алхимией напрямую. То есть у него только это духовная алхимия получается, в общем-то, тоже следствие этого неопериода. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Вопросы? Тогда? Тогда следующее. Спасибо. Спасибо. Так, третий наш участник. Пожалуйста. Волотов Сергей Владимирович, в Медисандрус-Крестьянской Академии «Космические начала» в современных элитерических учениях.